здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в шестом уроке продолжаем с вами разбирать компонент формы в этом уроке я хочу вам показать как делать горизонтальные формы то есть это у нас все элементы выстроенные в одну линеечку например поле email поле текстовое поле и кнопка отправить казалось бы чего тут сложного да нам нужно лишь кнопку поместить на один уровень так вот не так уж все и просто за счет настроек формы мы такого не сделаем потому что таких настроек просто нет и придется с помощью небольшого кусочка кода нашу кнопку разместить в одну линию причем мы это сделаем так что у нас и в мобильных и планшетных вариантах будет смотреться неплохо и так создаем форму здесь смотрите какой вариант чтобы кнопку разместить в одну линию нам нужно здесь сразу разбить на несколько колоночек насколько колонок разбивать зависит от того сколько вы хотите разместить полей это может быть только поле email и сразу же напротив кнопка отправить тогда мы создаем две колонки если в 3 как у меня был вариант например email текстовое поле кнопка отправить то создаем 3 то есть выбираем 3 выбрали 3 колонки просто обычным способом перетаскиваем поля а третью колонку оставляем пустое это будет место для нашей кнопки кликаем по нашей кнопке нам обязательно нужно ее выровнять справа перед тем как мы будем носить какие-то корректировки нам нужно вот так и подготовиться кнопочку мы сейчас поднимем наверх потом мы сохраняем форму идем на сайт gridbox в режим редактирования и я добавляю форму который только что создал не пропустите мои топовые продукты под джумла теперь нам необходимо внести специальный код чтобы вам от руки не писать этот код я в текстовом документе приложу под это видео в описании вы открываете документ и здесь будет такой вариант смотрите первый то есть вот до суда то есть вот это мы не копируем это просто я обозначил начиная копировать код с input до закрывающей скобки вот так про второй вариант я сейчас вам позже расскажу значит вот маленький кусочек кода мы копируем наводим мышь на нашу форму в центральный карандашик заходим переходим кастом ксс open editor и в самом низу прописываем наш вот этот код и сей на сайте у нас получается такая ситуация смотрите у нас кнопка выровнена теперь но поля у нас шире это все потому что поля у нас по высоте 50 а кнопка 40 ну например я хочу убавить поля слишком они большие то есть до размера кнопки переходим значит в админку заходим в эту форму кликаем по форме переходим параметры прокручиваем и вот высота поля мы делаем 40 также как и кнопка сохранить на сайте обновляемся поля у нас а теперь той же высоты что и кнопка но теперь кнопка съехал чуть вниз сейчас мы это быстро исправим переходим в режим редактирования заходим в карандашик кастом ксс open editor наш код вот где позиция топ у нас здесь вот стоит 110 у меня хорошо подойдет если я поставлю 102 тогда кнопка выравнивается сейчас я вам покажу вот видите кнопка на уровне стала по сути все готово кнопочка на уровне того же размера но если мы сейчас зайдем в планшетную версию например у нас происходят ужасные вещи здесь вы видите что происходит да если мы зайдем в мобильные версии то тут тоже просто ужас здесь в мобильной версии было бы хорошо кнопочку просто третьим вариантом разместить внизу так же как у нас располагаются поля первое поле второй поле текстовая да и третья была бы кнопка все очень просто благодаря специальному уже заготовленному кусочку кода в этом же документе там где написано у вас 2 вы вот отсюда начинаете копировать обязательно до конца не забудьте все кавычки чтобы вас все скобочки здесь скопировались вот этот целиком код вы копируете этот код как раз таки для того чтобы скорректировать в мобильной версии нашу кнопочку вы заходите в режиме редактирования туда же по карандашику custom ксс open editor и в самый низ также отступаете вы просто вставляете этот код сейв сейв в компьютерной версии никаких изменений вы не увидите потому что этот код рассчитан только для исправления в мобильных устройствах переходим в мобильное устройство и вы видите теперь все хорошо кнопочка отправить располагается ниже и никуда не налазит и давайте посмотрим планшетную версию в принципе тоже находится ниже полей вот такой вот урок если для вас он был полезен ставьте пожалуйста палец вверх и подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главные примечания хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь